МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше 100 работников Гомельского отделения Белорусской Чигунки сегодня отримают у знагороды, запленную працу и веншавание с надыходящим профессийным святом. У Гомеля отбудется урочистый сход, присвеченный Дню Чигуночника. А на передадни свой особливый подарунок до свята отримали у сежих аре областного центра. Белорусская Чигунка открыла регулярные межрегиональные пассажирские перевозки бизнес-класса по накерунку Гомель-Минск. У первую поездку электротягник Интерсити отправился в 7-го один ранецы и прибыл в столице у 9-59. Тягник на электротязе станет штоденным. У накерунку Минска он будет ехать без перепынков в дороге. Подчас вертанья у Гомель спанится на Некольких хвилин у Бавруйска и Жлобина. В первой новой послу яичинной Чигунки оценил Алексей Церов. При значении электротехника по накерунку «Гомель-Минск» потребование часу. Эта линия – одна из самых пассажиров, напруженных на белорусской чайгунцем. До речи, выршено покинуть в раскладе руху и обычный тягник, и керобить припытки на всех больше-меньш буйных станциях. Что тычется кое-что проезду у электротехнику, то и он выше едина полову. У салоне другого класса, например, до Минска можно доехать, прикладно за 8 доминованных рублев. У салоне первого класса цена билета крыху больше, але и умовы инши. Бадай, самое утульное место – у салоне первого класса, який находится в первом же вагоне. Дякуючи конструктивным особливостям, тут творены больше комфортные умовы для отпочинку и работы подчас поездки. До речи, усе вагоны электротехника заявляются зоной, свободной от курения. Электротехник «Интерсити» распроцованный по техническим заданиям белорусской чайгунки для эксплуатации в формате бизнес-класса на отлеглости до 500 километров. Причем, минавито, гэтый тягник – пеший, який вырублен на белорусско-швейцарском предприемстве «Штадлер-Минск». Вытворцы заполнивают по якосью, ничем не соступая за межным аналогом. Люди очень компетентны здесь. Это видно примерно обучение сварщиков у нас. Получилось гораздо быстрее, чем обычно занимаются у нас в Швейцарии. Может быть, это исторически, люди просто это делают лучше. По усих вагонах электротехника «Гомель-Минск» продугледжены такие послуги, як бесплатный доступ до интернету, индивидуальное осветление и махчимость зарадки мобильных телефонов. Плюс экраны с информацией об маршруте, температуры поветра и худкости руху. Тягник отповедает усим сучасным потребованиям по узровне комфорту, у тымнику для людей с обмежеванными махчимостями. Все продумано, эргономика, все очень правильно. Пандусы сделаны идеально для инвалидов, не затруднит подъем пожилых людей. Все сделано с умом, мое мнение. Самое главное, что время экономится. Пассажиров очень красиво внутри, очень свободно, все продумано для человека. Открытие нового на керунку стало махчимом после завершения реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Вомель-Жлобин-Осиповича. Теперь во управлении Белорусской Чегунки огучивает планы развития межрегиональных перевозок бизнес-класса по Минскому и иншим областными центрами с перспективой вывести на международные линии. Следующий этап у нас будет международный. С учетом завершения электрификации в 2017 году в направлении Литвы-Вильнюса, то на этом маршруте уже будет работать подвижной состав именно для международных линий. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, Телерадио, компания Гомель. Сгодно с оперативными дадзинами обласили Газхарчу, зараз на Гомельщине зерневой культуры убраны на 67% площав. Агульный на Малоцкла у Амаль 730 тысяч тонн. Клопоты аграре у материалей наших корреспондентов с Добружского района. У акционерным товарыстве Завидовска и Добружского района ж него давно перешло свой экватор. Калеб не дожжил, все зернее с палетков уже убрали. Правда, особливой заклопоченности этот факт не выкликает. До конца этого тыдня уборка сбоживых повинна быть завершена у любым выпадку. Зараз середняя ураджайность складая амаль 38 центнеров с гектара. Гэта на 5 центнеров выше из районных показчиков. И на 7 за середние областные. При этом убрать ураджай любой ценой у господарцы не мкнуться. До 70% у сабекошки продукции складают затраты на горучие смазочные материалы. А тому экономия справа необходная. Есть различные причины. Например, есть погодные условия, могут мешаться где-то. Тракторист погазовать на каком-либо ином участке, где сильно прошли обильные дожди. Может быть перерасход. Но в среднем считается норма, которая утверждена на мисельхозпродом, от чего мы отталкиваемся. Про плане вытворчасти сенска господарчей продукции у 102%. Зараз гэты показчику завидовским на 10% больше. Основный артикул дохода у молоко, выручка от якого дозволяя своечасово выплачивать зарплату и набывать усю необходное для проведения полевых работ. С гэты на годы головное потребование у живёла гадоли – наявность якосных кормов и выконание технологии. Уже трэтий год до инстаток у господарцы находятся на круглогодовом утрыманне, что дозволяя створать для живёл оптимальный микроклимат, обеспечивать полноценный рацион и контролировать усе технологичные процессы с допомогой компьютера. У нас компьютер. По компьютеру всё высчитывает. И молоко, и концентраты по секциям. Это уже плюс к этому. Даже, які у пылной ступени стремливают вход в Женева, в той же час спрыгают росту кормовых культур. От шматгодовых трав до кукурузы. У Решті Женеву только частка обовязковых работ. До закончения сельско-господарчого года я ещё шмат часу. А тому и клопотов у керовництва Завидовского хапае. Кажется, недавно только сеяли, сегодня уже убрали, и сегодня уже нужно залаживать новый урожай. Поэтому хочется, чтобы техника не ломалась, чтобы были обеспечены минеральными удобрениями, чтобы быстрее обеспечить тот азимый сев. Ну и кормозаготовка. Всё-таки не за горами. После уборки начинается кормозаготовка. И нужно создать прочную кормовую базу для обеспечения производства продукции животноводства. Олег Сентюров, Анна Ковалёва, Игорь Марышенко. Телередо, компания «Гумель», Довырусский район. Протягиваем выпуск. Экологичный взлёт «Берагися-бродства-2016» пройшёл у Житковицким районе. Организатором выступил Гумельский областный эколога-биологичный центр «Дети и молоди». На взлёт съехались команды школьников з усяго региона, а так само с Бранской в области России. Что выходило в программу взлёту? Потекавилась Катярына Жданович. Это уже шестый полик у межрегиональный молодёжный взлёт «Берагися-бродства» прысвеченный захованию биологичной разностайности в Полесском регионе. С этим пытанием тесно связана и программа взлёту и АЕ-удельники. Юные экологи со Жлобина, Калинковича, Мазыра, Светлогорска, Гомеля, а так само с суседней Бранской в области России. На берегах дружбы мы уже второй раз. Первый раз мы были в городе Жлобин, нам там очень понравилось. Мы получили много ценной информации, которую девочки впоследствии и я тоже использовали в своей работе. Местом сустречи выбрали один из самых маляуничных кутков гумельшины – Туровский край. Тут объекты для вылучения и доследования шмат. Тому приклад – мясовая станция кальцования птушек Национальной академии наук Беларуси. Открываешь вот эту крышку, птица уходит туда, и оттуда их берёшь аккуратненько и помещаешь в специальный такой мешок виды птиц и комбинации колец, которые мы используем. В программе экскурсия на знакомиты Туровский луг. Команды эколога уприняли удел у волонтерской акции по уборце сметя на территории, важной для птушек. На речи, взлёт одна со сторонок проекта, объединяющийся вокруг природы под эгидой громадского объединения хова птушек батьковщины. Главная задача якой – захование природной спадщины. Туровский луг – одна из 50 с небольшим хвостиком в Беларуси и территорий, которая имеет для птиц значение критическое для выживания многих видов. То есть, если исчезнет луг, несколько видов просто сразу же исчезнут из нашей фауны полностью. И вот Ахова птушек батьковщины как раз работает для того, чтобы это наследие сохранить. Мы удалось собрать очень большое количество бутылок по всему берегу. Нам и люди помогали, кто чем мог, фантики давали. Особливо уразила школьников экскурсия у Национальный парк Прыпятский. Дети наведали экологичную стежку, которая провела их до мясовой славутости «Цар сосны». Тут не обошлось без вымяренью. Так, 407 сантиметров. Чарговый пункт маршрута «Пойменные дубравы» Калявевский хлопень у самом сердце Припятского нацпарка на березе живописного озера. «Пойменные дубравы являются одним из уникальнейших природных комплексов на территории Беларуси. Собственно говоря, они сохранились только у нас». Особной часткой программы стало назирание за птушками подчас орнитологичной экскурсии на пруды «Рыбгаса Белая». Удельники взлёту сброялись биноклями и провялись за наглядом тушек немало часу. «Когда мы приехали в Беларусь, мы удивились, что аистов тут действительно очень много. И сейчас они как раз только начинают летать. И нам преподаватели объясняли, что они сейчас пытаются поймать ветер и только учатся летать. Это интересно». А кроме опознавального аспекта, программа взлёты включала из Паборницки. Доследшие задания – практичные и теоретичные турниры, гульные квесты и экологичные тематики. Кожный день команды экологов проявляли свои веды и макчимасти. Таким чином, по выниках межрегиональной сустречи наибольшь активной и досвеченной была признана команда с Гомеля. Другое место заслужили прославники Бранской области. Третье – Мазыране. Головной же перемогой стало сяброуство на берагах Припяти. Катерина Жданович, Дмитрий Радзянко, телерадуя компания «Гомель» Житковицкого района. У парку фестивального областного центра пройшла концертная программа «Молодь – творчасть будущая». Это мероприемство стало протягом областной патриотичной акции «Моёй краине», якая мая некольки накерунков. Так, это мероприемство организовали в рамках накерунку «Моёй краине – мои добрые справы». Под открытым небом свои талинты у Вазы Гомельчан представила «Молодь» Советского района. Даредши свои творчые идеи, инициативные молодые люди при патрымце районной администрации реализуются на протягу усягу лета. До этого уже отбылось семь подобных мероприемствов. У каждого была своя накеруванность – спорт, музыка або мастацтва. У этот же вечер молодые супрацовники предприемствов района и студенты вручили гостям свято поветренные шары и выканали для их свои любимые песни. По окончании мероприятия, то есть люди, которые здесь гуляют, они всегда говорят большое спасибо, потому что это концерты для них, это праздники для них, которые дарят. И, например, когда тут выставляются выставки, это действительно открытие для очень многих. Даже жители нашего района не видят, не знают, вот у них есть возможность познакомиться с тем, чем живут наши студенты, наша молодежь. Сегодня в Гомеле завершится открытое першинство региона по конным спорте. На протягу четырех дней за перемогу споборничают каля 50 спортсменов Амальзусей в области. Турнир проходит сярод юниора в 1995 году на роджении. Моцнейших вызначаются трех видах – троеборьи, выездцы и конкуры. А пошняя дисциплина – самая видовищная и одночасово складанная для спортсменов. Сегодня заезды завершат программу споборничества. На пыльной дистанции удельникам необходимо передолвать перешкоды. Некоторые наездники с захвалявания не смогли сделать это бездакорно. Сказался недохоп в опыту. А вот иншие на дворот прошли дистанцию без помылок. Проведение юнацких турниров – добрая макчимость вызначить перспективных спортсменов. В будущем это претенденты в национальную сборную. Первые два дня у нас были соревнования по несложным программам. Выступали в основном очень молодые спортсмены на перспективу. Но пары перспективные просматриваются. Мог отметить, допустим, у нас Фещенко выиграла два конкура. Молодая спортсменка проявила себя, так скажем, очень перспективно. Просматривается перспектива у Муравьевой Татьяны. Ну и хорошая у нас девочка в выездке, Резванова Анастасия. Это уже мы довольны выступлением. Рыческий велогонщик Василь Кирыенко будет нести державных стяг в Беларуси на церемонии открытия 31-летних олимпийских гульня у Ре-де-Жанейро. Рашение принято по рекомендации Международного олимпийского комитета. Усувезистым, что стяг повинен нести девочий спортсмен, а не тренер. Тому олимпийского чемпиона Сергея Мартынова, який отправился на гульню в якости тренера, заменить славутый велогонщик. Василь Кирыенко з'является чемпионом света и переможцем первых европейских гульню, який прошел в Баку год тому. Нагадаем, церемония открытия олимпиады у Ре-де-Жанейро отбудется 5-го жнивня. Телеканал «Беларусь-1» покаже прямую трансляцию урочистой церемонии у 1-1-15 хвилин. А у день 6-го жнивня у пауторы ее можно убачить у 15.45. Гэта была пошня информация ранешнего информационного выпуску телерадою компании «Гомель». У студы для вас працевала Наталья Гнатенко. Я и мои коллеги жыдаем вам пленнага дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова